Фестиваль «Грайгармоник» в первую очередь прошел в УЕСК в 2000 году. Тогда он имел статус районного и в делу им приняли только 50 человек. Сегодня-то в деньгами фестивалью стали уже больше 300 представников Беларуси, России, Украины, Эстонии и Молдовы. По окойкости краин до речи, это уже международный фест. И вельми вероятно, что празд два года он официально отримает такий статус. После всяким разом, ответная подготовка работа начинается, платил статус регионального «Грайгармоник», ураживая своим узровнем. Я считаю уровень, наверное, ни в русском, ни в белорусском языке, уж насколько он богат, такого слова даже нет определить. Как моя внучка говорит, космос, то есть высшая похвала. И организаторские все моменты, и гармонисты один лучше другого. Организаторы кажут, что некоторых у деньгов на фестиваль запрошали специально, а лишь мат, кто дослал заяву самостойно, не отмолять им к нолися никому. У речи, когда есть затекавленность, все организационные и финансовые моменты выражаются без особливых проблем. Есть финансирование, финансирование было заложено в начале года, плюс спонсоры, партнеры наши, ельские организации, предприятия, частные фирмы. Поэтому мы не испытываем на данный момент каких-то затруднений в финансировании этого фестиваля. Музыканты кажут, что на гармонику можно передать любой настрой, как примусить смеяться, так и плакать. Правда, на фестивале у Ельцку все лето все-таки больше веселенися. У речи – это свято. Хоть ельский фестиваль «Гра и гармоник» – это не только конкурс музыкантов, выстава сельских подворков, левшина хлебосольная и працах англевых кропок. Такие мероприемства у Воголя дают довольно значный шторшок развитию инжакалин, той же город Майстров, например. Тут можно не только набыть довольно текавые речи, часто выразляемые у одинковых экземпляров, а ли и просто ознайомиться с оправданной народной белорусской культурой. Уже традиционно в рамках фестиваля «Гра и гармоник» проходит выстава декоративных выразов, яка свечит, что наши люди не только талиновитые музыки, а ли, как кажут, мастеры на все руки. Тут можно убачить и такие вот пояс для саправданных господаров, и ляльку обярех, вырабленную, дареча, по старожитных технологиях. Ельчина сбираясь об ров, гэта саправды об фестивале «Гра и гармоник». Чмат кто за его удельников, добрознайомы по конкурсах, яке проходить на инжах пляцовках, некто познайомимся тут у першыню. Але у любым выпадку, такие сустречы, добрая махчимость обменковать некие профессийные пытания и обменяться в опытам. Плюс агучить некоторые планы на ближайшую перспективу. У нечем махчимы, навык крыху амбициозныя, але для саправды апонтанных людей ничога немахчимыга нема. Открыть на телеканале «Беларусь-1» или «Беларусь-2» или «Три». Да, давайте начнем с местного передачи, типа «Играй гармонь белорусская», «Играй гармонь ельская», «Гомельская». Может, «Гомельская заваленка», «Мозырская раздолье», что-нибудь такое сделать. Надеюсь, что наши власти идею поддержат. И вот сядем на мотоблок всех гармонистов сюда и с гармошечкой вперед. Олег Сентиров, Сергей Рукашук, телерадиокомпания «Гомель», Ерский район.